В ночь субботы на воскресенье в городе произошел пожар, в котором погибли люди. В администрации города непрерывно работает группа по оказанию помощи пострадавшим. Сообщение о пожаре в жилом деревянном общежитии на Губкино-47 поступило на центральный пульт пожарной связи 26 декабря в начале первого ночи. Спустя три минуты пожарные прибыли на место происшествия. По внешним признакам в ходе проведения разведки было установлено сильный дым. Люди со вторых этажей просили о помощи. Дежурный караул незамедлительно приступил к спасательным работам. По трехколенным лестницам и АЛ-37 было спасено 9 человек. Из них два инвалида. Звенья газодымозащитной службы тут же выдвинулись внутрь здания в поисках жильцов и очага возгорания. Привлекли и дополнительные силы. В ликвидации задействовали 7 единиц техники и 55 человек личного состава. Все службы немедленного реагирования также оперативно прибыли на место происшествия. По скорой медицинской помощи на 0,2 часа 32 минуты в приемное отделение городской больницы поступило 3 человека. Тут же началась работа по размещению жильцов в маневренном фонде. Руководители и специалисты профильных служб оперативно организовали транспорт и доставку людей в безопасное место. Пострадавшим требовалась медицинская помощь. Только спустя 4 часа возгорание удалось локализовать. После чего стало известно о нескольких погибших. Женщина 59-го года рождения скончалась в приемном отделении горбольницы. Позже при проливке здания и разборе завалов были обнаружены обгоревшие тела. Еще двух человек их личности устанавливаются. Всего в доме было зарегистрировано 58 человек, из них 21 ребенок. В пункте временного размещения, который развернули в доме номер 5 по переулку Новоселов, сейчас находится 12 человек. Остальные поселились у родственников и знакомых. Тем, кто остался без крова, теперь придется строить жизнь заново. С теми, кому требуется помощь, работают психологи. На пожаре была оказана помощь психологам МЧС России шестерым пострадавшим. Из них одному ребенку. В настоящий момент работы еще не окончены. Проводятся работы по ликвидации последствий пожара. В администрации города непрерывно работает группа по оказанию помощи пострадавшим. Погорельцам оформляют материальную помощь, помогают восстанавливать документы, решают жилищные вопросы. Все действия и решения находятся под контролем главы города Елены Молдаван. Организован сбор средств, предметов первой необходимости, одежды, бытовой техники и посуды. Перечислить деньги можно на спецсчет Управления социальной защиты населения с пометкой «Гражданам», пострадавшим в результате пожара. Помочь пострадавшим при пожаре любой желающий может и сейчас. Гуманитарная комната находится в здании гостиницы «Русь», работает с 10 до 15 часов. Расследование причины возникновения пожара продолжается. Анастасия Попова, Пётр Князев, Новости, Муравленко.